Наталья Прилепская А в школу дети ходят 2 километра по грязи. История Прилепских непростая. Наталья из многодетной семьи. Ее муж Александр – сирота. Всего у Натальи 10 детей. Трое из них уже выросли и покинули родительский дом. Самый младший сын – инвалид. Для его развития нужны специалисты, которых в глухой деревне найти невозможно. До года он вообще практически не слышал, не слышал ни нашу речь, он не откликался ни на что. Проблема была, так как у него очень все узкие, проходы, слуховой аппарат практически не работал. И со временем там рассосалась, как они сказали, жидкость там, это все слабое. Ну, сейчас ребенок слышит, но процент мы еще сами не знаем. Это надо опять же ехать. Сейчас в марте опять вот эти все деньги, вот что мы получим. Сейчас опять по МПК с ним проходить, брать разрешение посещения детского сада. А садик у нас нету, не специализированный сад. В 2012 году семья Прилепских приобрела дом на маткапитал. Переехать туда не удалось. Жилье оказалось неприспособленным для детей. Там было одно газовое, там получается половина, два хозяина жила. Один печное, а другой газовое. Мы хотели, она там перегородочка, она, ну, это, ну, тоненькая, ДВП. Вот, убрать эту перегородку, как вот, ну, более-менее там строители кирпич положат, чтобы сделать комнаты нормальные, все как положено. И провести отопление, где печное было отопление. Вот, чтобы там убрали все и пустили, да. Я начал хлопотать, ну, в конце концов, вот сколько лет я хлопочу, столько лет он уже меньше, больше, больше разрушается. Прилепские неоднократно просили власть помочь с ремонтом. Многодетная семья стояла на очереди мы. Получается, вторыми. И чтобы этот вопрос решить, они решили так. Вот покупайте дом, и как раз у вас будет все нормально. С очереди нас сняли, все, мы походили туда, в администрацию, да, они сказали, мы можем помочь тем многодетным, которые молодые. Вы старые. Я говорю, почему мы старые? Они говорят, нет, до 35, молодая семья, мы поможем, 5-6 миллионов мы даем на развитие, там, на улучшение, жилищных условий. А мы, старая семья, мы уже никакую программу не попали. Отчаявшаяся семья обратилась на прямую линию к президенту. Дозвонился один из сыновей. Затем губернатор прислал письмо, в котором пообещал сделать дорогу и обеспечить стройматериалами. И приехала соцзащита опять. И знаете, мне соцзащита прям в глазах говорят, Саш, ну ты не дурак, малый. Ну пойми, все документации, что ты будешь, хоть пиши Путину, хоть что, отправят в Орел, Орел отправит нам, мы отпишемся, денег нету, средств нету, извини. Пусть Александр и Наталья не могут позволить многого, но дети нормально одеты и накормлены. У каждого школьная форма, книжки и игрушки. В доме есть компьютер. Поговорил Орел Таймс из главой Верховского района Виктора Мглацких. Семья нормальная, в поле зрения комиссии ПДН не попадала. Губернатор обещал сделать дорогу до школы, проектно-сметная документация уже определена. Не знаю, кто им помог посоветовать купить дом и сойти с очереди на жилье. Самая большая проблема, что купленный дом стоит и разрушается 8 лет. Мы строительными материалами поможем, но завтра может возникнуть вопрос, кто будет делать пристройку с ванной и туалетом. Все, что законом предусмотрено, мы даем. Так, в прошлом году им выдали банные принадлежности, постельное белье и детские подарки на сумму в 20 тысяч. Однако такая помощь кажется прилепским недостаточной. Вопрос с пристройкой в доме завис. Региональная власть молчит. А дети в 21 веке на Орловщине продолжают мыться в корыте и ходить в туалет на улицу? Одна надежда на новую конституцию. Как утверждают федеральные политики, там будет отдельной главой прописаны права многодетных семей. Анна Лобанова, Сергей Руднев, Орел Таймс.